Прошел и все. После обеденной каточки. Ладно, мы очень долго затянули с тобой. Давай начинать. Всем привет, дорогие друзья. С вами утренняя... Утренняя... Достаточно утренняя. Да, утренняя развлекательная передача. И еще больше мир. Информационная тоже. Нет, сегодня только развлечения. Только развлечения. Только развлечения. Только тусуем. Шутки. Шутки-прибаутки. Приколы, которые зашли слишком далеко. Приколы, которые зашли. Пранк. Да, переворачивание игры и прочее. С вами Павел Володский. Да, и Артовас Мурадио. Да. И мы вам расскажем самое-самое-самое интересное. За сегодняшний день и еще и ночь. Начнем с самого важного. Про то, что нам нужны люди. Нам нужны люди. А, я же тебе прислал эту прекрасную тему. Я узнал вчера, что мы ищем людей. Узнал. Вчера. Я узнал вчера. Я сейчас просто открою это сообщение. Я узнал вчера. Поищу его. Что Олег Чемде, наш замглавного редактора. Прекрасный мужчина. Высокий, сильный и красивый. Да. Вот. Как будто я сейчас его сватаю. Да. Ищет себе. Ищет авторов. Любовь. Да. Ему не хватает авторов. Он хочет больше текстов. Больше авторов. Больше авторов. Поэтому зачитываю его послание. Прослушайте, жители города, прослание Олега Чемде. Нам на ДТФ всегда нужны крутые ребята с го... Господи, мне уже стыдно. С горячими. С горячими глазами. Ладно, не стыдно, шучу я, конечно. Которые любят игры, кино, комиксы и все такое. Опыт не важен. Главное, светлые мысли и умения нестандартно мыслить. Ну и разбираться в теме нужно, конечно. Вот. Он еще дописал. Выбирайте тему, в которой хорошо разбираетесь и присылайте текст на ящик. King of Writer. Собака ДТФ. Вот. У нас перекрывающая плашка огромная. Я спрячусь за ней. Вот. King of Writer. Ну что ты... А что ты сделал такую супергигантскую... Чтобы люди с плохим зрением... Хорошо. Заботимся о всех. Вы можете прикоснуться еще к экрану и там почувствуете пупырчики. Да, я как-то чувствую себя теперь неуютно. Да, я повыше поднимусь. Вот. А почитайте ДТФ. Если вы еще не читали, то вообще я не понимаю, что вы здесь делаете. Почитайте ДТФ и поймете, что нам нужно, говорит Олег. Типа того. Да. Спасибо, Олег, за послание. Вот сюда шлите. Да, шлите. Ну все время спрашиваете, что же делать, если вы хотите писать тексты про игры. Вот что делать. Да. И не только про игры. Письмо. Читайте ДТФ и... Какой вы классный. Ну нет, на самом деле просто надо выбрать какую-то тему и написать какое-то... Ну небольшой текст об этом. Тема может быть любая. Ну типа комиксы вообще изи. Ну типа комиксы мы любим. Кино, игры. Да. Шахматы. А может быть, я не знаю, закончили какой-нибудь философские факультеты и у вас есть какие-то умные философские мысли на тему игр, индустрии и прочего. Тоже можно... У меня есть. Играть или не играть. Вот, например. Вот вопрос. Ну вот у нас есть замечательные всякие статьи. Да. Там, например, буквально вчера мы рассказывали про... Ну там, правда, был перевод. Там не наш. Но вдруг вы именно тот человек, который может... Вдруг вы хороший переводчик. Хотя у нас переводчики есть. Про то, как надо знакомить детей с компьютерными играми. Типа в каком возрасте. И вот это вот все. Так что... Дерзайде. Дерзайде. Сколько платить будете? Платить будем не мы, а платить будет Олег. Сколько напишете, столько и... Поэтому Олег вам скажет. Если вы... Давайте так. Перед чем спрашивать, сколько платить. Да. Видимо, вы никогда не были на собеседовании. Да. Надо сначала себя продать. И тогда, ну как бы уже другой вопрос. Вот. Если вы действительно круто пишете, то вы сможете и... Выставить какую-то свою цену. Да. Я... Ну то есть у меня было так в наличном опыте. Ну то есть я приходил, мне говорили столько. Я говорил, нет, я хочу больше в два раза. Почему? Я начал рассказывать почему. Вот. Так что сначала... И они предлагали в три раза больше. Не, ну в три раза не предлагали, но платили сколько я хотел. Вот. И поэтому, если вы действительно... Прежде чем продать что-то хорошее, нужно сначала купить что-то хорошее. Купить что-то хорошее. Да. А у нас... Соответственно, если вы действительно хорошо умеете делать свою работу, и эту работу, во всяком случае, которую хочет Олег, вы сможете запросить свою цену, попробовать, во всяком случае. Вот. Но Олег такой серьезный парень, он проверит хорошо. Да, вы его не обмануть. Да. Вот. Ну что, я предлагаю одной строкой потом рассказать про конкурс. Так? Ну давай. Или ты хочешь сначала про конкурс? У нас будет информация про конкурс. Да, у нас будет конкурс. Но сначала... Творческий конкурс, вы просили. Мы расскажем... Тизер небольшой. Да. Мы расскажем вам после новостей одной строкой. Ну, с сайта еще у нас есть. А, да. Ну, естественно, да. С сайта есть у нас еще... Пару интересных статей. Да. Это, например, молчание золота. Как общаются игроки без микрофона? Беседуя, геймеры заводят друзей, объединяются для достижения своих целей или просто весело проводят время. Но нельзя ли добиться всего этого без микрофона? Можно. Автор портала Еврогеймер убедился в том, что свою мысль можно донести множеством других способов, вроде языка жестов или спрей-арта. И вот ДТФ публикует перевод этого материала о том, как в разных играх добиваются... Люди добиваются общения без использования, скажем так, прямых контактов текстом или голосом. Тибэгинг используют. Да, тибэгинг там... Ну, вот даже простой пример. Это, типа, Dark Souls. Там есть жесты. Да, есть жесты. Вот этот мой любимый. Ой, я... Паша! Смотри, я могу... Прямо... Я могу косплеить жест из Dark Souls. Ты можешь каждый раз, когда будешь кого-то убивать и делать этот жест, крутиться прям... Да, да, да. У меня голова закружилась. Отлично. Этот жест не для тебя. Да. Вот. Также есть... Есть статья про то, что... Про то, что в Спринфилде... До Спринфилда даже добрался кризис. Слушай, ну на мой вкус там кризис добрался уже пару как лет. Давно? Ну, то есть недавно, но уже несколько лет мне уже не доставляют. То есть раньше я не представлял свою жизнь без Симпсонов. У меня было 40 VHS-кассет. Угу. Для тех, кто очень любит докапываться. VHS-кассет. Вот. Ну, я записывал. То есть это был конец 90-х. Я записываю. Помедленнее я записываю на VHS. Конец 90-х. Там 98-97. Парень тебе показывали Симпсонов. Я каждый день, там они, по-моему, шли каждый будний день или как-то. Я уже не помню точно. Сейчас записывал все серии, которые показывали. Я их пересматривал. То есть я когда... Анализировал. Ну, в смысле, ты в курсе, что если ты пересматриваешь Симпсонов там несколько раз, ты видишь вообще новые вещи. Новые картины. Ну, открывается новая серия. Я иногда с течением возраста пересматриваю старые серии и вижу вещи, которые я вообще не понимал раньше. Да, абсолютно. Это очень круто. Они Симпсоны этим очень круты. То есть я там первые сезонов 10 вообще наизусть просто знал. Вот. Соответственно, ну, то есть я записывал, смотрел, у меня было там 40 с чем-то VHS-кассет. Я вот точно помню. Там тебя потом их со слезами на глазах выбрасывал. Потому что, ну, VHS-кассеты нахрен нужны. Вот. И какое-то время все было хорошо в 2000-х. А потом что-то как-то, ну, типа, странно. Я перестал понимать вообще в каком направлении. Возможно, я стал старым. Вот. Да. Возможно, я стал старым и перестал воспринимать... В моем возрасте такого дерьма не было. Воспринимать уже Симпсонов так, как мне хотелось бы. Но, ну, что-то пошло не так. Ну, не знаю. Это отражение своеменной. Да. Да. Я говорю, поэтому, может быть, я стал старым. Может быть, проблема во мне. Вот. У нас есть срочное сообщение от Качан Бро. В Андромеде выяснится, что главный кет – это кек-чебурек. Я надеюсь. Потому что это оправдает. Это оправдает наше страдание. Вот. Кек-кек-чебурек. Вот. И поэтому, да, в Симпсонах есть кризис. Среднего возраста. Да, и их, наверное, мне кажется, пора их уже закрывать. И об этом есть у нас на сайте большой-большой кекс. Потому что старые Симпсоны, вот реально, каждая серия была просто топовая. Каждая серия я смотрел. Я с огромным... Я сейчас с удовольствием пересматриваю Симпсонов, если там натыкаюсь на них. Вот. Но новые серии, как-то не знаю, меня уже не возбуждают абсолютно. Я периодически посматриваю, когда показывают. Да. Так вот, перейдем к новостям одной строкой. Студия Devolver Digital представила первый трейлер 2D-аркады Sirius Sam's Bogus Detour. Bogus? Богус. 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 Отдал Богусу душу. Несмотря на то, что игра отличается от предыдущих проектов во вселенной, она вполне передает ее атмосферу. Не выглядит, чтобы она сильно отличалась в целом. Ну, типа, то же самое, только в 8-битное 2D, в общем. Ну, то есть... Ну, реально, я вообще не вижу разницы. Я тоже особо не... Я даже скажу, что это даже мне больше нравится, потому что обзор лучше. Ну, может быть. Потому что обычно в Sirius Sam's, а у меня опыт с ним не очень большой, потому что я небольшой поклонник такого жанра, вот, заключалось в том, что вокруг меня типа тонны врагов, и я просто даже не успеваю понимать, откуда они прут, твари. Ну, здесь тоже не очень понятно. Ну, здесь понятно, здесь у тебя топ-даун, как бы, вид, поэтому ты видишь со всех сторон, и ты более-менее защищен. Вот, похоже на... как будто, знаешь, в Alien Shooter прилетели... прилетел Sirius Sam и начал просто крушить там все. Вот, ну, прекрасно. Мне кажется, им надо было выпустить вот это, а не 2D, у них был 2D, где персонажи слева-направо ходили, и это было не очень прикольно. Ну, видимо, они это осознали. В игре есть, как вы видите из трейлера, онлайн-кооператив на кучу народу, 3 или 4, я не очень понял, но я не очень, скажем так, углублялся. Я думаю, на четверых. Вот, ну да, логично, предположишь, на четверых. Есть PvP Deathmatch, вот, он... Ну, да, все по стандартной схеме, только сверху в 2D, вот и все. Ну, то есть даже немножко захотелось поиграть, чуть-чуть совсем. Чуть-чуть я захотел поиграть в Sirius Sam. Ну, это знаешь, это, типа, вот, сесть, вчетвером зарубиться, там, 4 часа поиграть, и все, и забыть. Да, или катку в лол, выбирай. Это или катку в лол. Да. Есть два стула. Джонатан Роу, приложивший руку к вышедшему в 2016 году игре Hitman, присоединился к британской студии Playground Games. 11 апреля об этом сообщил портал Games Industry Biz. По словам Роу, он станет арт-директором грядущего проекта от создателей Forza Horizon. Действия игры никак не связаны с гонками, так что можете расслабиться. Ну да, они же заявляли, что следующая их игра, ну или не следующая, что они работают на игры, которая не будет гонкой. Да, и развернется в оригинальной вселенной. Следующая их игра это Forza Motorsport 7 или что-то. Будут такие в Феррари ходить, как люди, такие, готовить себе масло назад. Причем по-уродски, знаешь, как вот эти вот... Не-не, они такие, здравствуйте. Да, на Юнити дверцами хлопать будут. И капотом готовы, капотом. Я хочу летать! И они такие будут, такие... Но ты же машина, а не самолет. Да, мне кажется. Но я все равно хочу летать, папа. И такой самолет, самолет к нему приходит. И такой, знаешь... Ты не самолет. И он тренируется такой, пытается летать, машет своими дверцами. Такой прыгает. Ускоряется. Прыгает с коробки под музыку все, естественно, I was the Tiger. И в конце он прыгает и разбивается. Вот такая вот история примерно нас ждет в новой игре Playground Games, я надеюсь. И в конце клиффхенгера, точнее этот твист, плод, не плод твист, а просто твист в этой машине. Я забыл. Огост, я понял. Да. Ну вы поняли, о ком я, когда говорим про машину и разбился. Да. Uncharted Lost Legacy выйдет 23 августа. Эта новость появилась вчера, мы, в принципе, ее обсуждали на трансляции. Но... На другой. Не было ролика. Но тем не менее. Теперь мы можем посмотреть. Да, мне кажется, это старый ролик. Глаза. Не, новый ролик. Да, несмотря на то, что это теперь отдельная игра, которая, по слухам, длится часов 5-10. 10. Ладно, 10, я ставлю на 5. 10-5. Я все оставлю на 5, я не верю. Обман. Слушай, она не может длиться половину Uncharted 4. Почему? Uncharted подольше. Это слишком много. Подольше же. Разве не 20 часов Uncharted? Ну, опять же, зависит от личного прохождения. Кто-то пролетит... Ну, то есть она длиной в старый Uncharted получается. Кто-то пролетит это за... Да. За 4 часа. И все, и все забудет. Вот. Несмотря на то, что теперь отдельная игра, владельцев расширенных версий Uncharted 4 дополнительные платы брать не будут. Там три версии, мы вчера вот обсуждали. Три версии? Да. Три вида расширенных версий, за которые вы платили доп. деньги. Вот с вас денег не возьмут. С остальных возьмут. Особенно возьмут с тех, у кого нет. Ничего нет. Ничего нету. Да. Все остальные могут предзаказать игру за 2499 рублей. То есть где-то за две трети цены обычной игры. Обычная игра стоит 4 тысячи. Три двети. В общем... А? Три двети. Две трети, три двети. Три двети. Три двети. Три двети цены. И получить подарок Jack and Dexter the Precursor Legacy. Ну так себе подарок я бы сказал. Ну почему? Тоже неплохо. Лучше бы дарили... Покупаешь Lost Legacy, получаешь Uncharted 4. Хитрый. Ты покупаешь Uncharted 4 в определенном издании, тебе дарят. Ну да. Я хочу, чтобы это работало и в обратную сторону. Ну окей. Как две трети и три двети. Да. Три двети. Медведи. Медведи. Вот. И последняя новость в категории одной строкой. Мне кажется, это стул такой, когда ты начинаешь на этом стуле сидя, начинаешь оговариваться, ты начинаешь кривляться. Компания Никалис и издательство HeadUp Games раскрыли релизное окно хардкорной индии игры The Binding of Isak Afterbirth Plus. Мне кажется, ты взял эту новость только из-за вот этой фразы. Раскрыли релизное окно. Раскрыли релизное окно. Вот. Как сообщает наш любимый GameMag.ru. Для Nintendo Switch в Европе. Если вы думали, что где-то еще Binding of Isak не вышло, то вот оно. На Nintendo Switch еще нет этой игры. Игра, кстати, очень хорошая, поэтому ну как бы... Да. А на Nintendo Switch мало игр пока что, поэтому... Да, тем более хорошие. Да. Поэтому достойное наполнение контента. Так, собственно, причина, да, повод этой прекрасной новости. Собственно, релизное окно. Игра должна выйти в квартале 2017 года. Во втором. Вот. Цена будет 39,99 евро. То есть столько же, сколько будет стоить... А? 40. Ну, по сути, да, 40 евро. Столько же, сколько Uncharted и Lost Legacy. А он... Ну, тоже. Тоже 40. Ну, он 40, но разве евро? Ну, в смысле, зависит от региона. Нет. Короче, неполноценную... 40 того, в каком регионе оно будет стоить. Обычно это так работает. 40 евро в Европе, 40 долларов. Ну, у нас 40 рублей не стоит. Ну. Было бы удобно. Да. Даже не 400 рублей у нас это стоит, понимаешь? Ну, на ПК она, мне кажется, стоит примерно столько, разве, нет? Не, она дешевле стоит. Даже дешевле. Чего ты жалуешься вообще? Вот. Выходит на Nintendo Switch одна из самых прекрасных игр в жанре roguelike. Я ум... Если вы вдруг... Моя любимая фраза. Если вы вдруг не пробовали, попробуйте. Это не касается всего, чего вы не пробовали, а конкретно этой игры. То есть, все, что... Ну, не надо лизать асфальт, если вы не пробовали этого. Это не круто. Я в детстве видел, как делает это сосед. Не лежите асфальт. Да, и он был очень грязный. Я не понимал, зачем, кстати, он делает это. Может быть, у него такой... Типа, лизну-ка я асфальт. Может быть, у него как-то организм работает. У него нехватка асфальта в организме, в крови. В костях нехватка асфальта. Да. Может, он хочет стать человеком асфальтом и присоединиться к Marvel, к защитникам галактики. Ну, а смотри, он лежит асфальт, и у него там руки сразу асфальтовые. Нет, это должен асфальт его лизнуть тогда. Знаешь, это наоборот работает. Он думает, что это так работает. Тогда нет. Может быть, он до этого сожрал руку, и теперь жрет асфальт. Тогда должно быть по-другому. Он лизнул асфальт, и асфальт должен превратиться в него. В человека. Да, то есть асфальт должен превратиться... Видишь, его лица везде на асфальте такие. Вот как это работает. На самом деле, это просто проверка качества асфальта. Да, да, да. Все хорошо, да. Да, тут хороший асфальт. Можно ходить. Я протестировал. Ездить можно, типа... Юрий Гагарин прислал 123,45 копеек. Небогатый, небогатый мужчина. Нормально. Днем космонавтики. Юрий Гагарин, я думал, что... Ну и что, ты понимаешь, что он не в деньгах счастья, Даже не денег, а в космосе. Мог бы просто звезду нам прислать. Да, пришли нам просто звездочки. Днем космонавтики. 12 апреля 1961 года. Советский космонавтики. Извини, видишь, что ли, скопировал? Ну, наверное. Советский осмонавт... Осмонавт. Османский смонавт. Осмонавт это космонавтца в Османской империи. Осмонавт Юрий Гагарин на космическом корабле... Минутка истории с еще большим минералом. На сегодня день космонавтики. Я знаю. Я прочитал. 12 апреля. Сегодня 12 апреля. Да. На корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут. Ура, товарищи! Ура! Как-то так. Окей. Круто. С днем космонавтики. Мне вчера тоже такие, я стримлю, типа, «Артоваз с праздником, с днем космонавтики». Я не космонавт. Ну, это как на 23 февраля с днем защитника отечества. Ну, ты же защитишь однажды отечество. Ну, вот в космос вряд ли полетишь. А отечество... Ну, когда защищу, тогда и можно. А тут... А вдруг? А вдруг ты это... Такой момент, типа, как будто, ну, типа, с днем, значит, ну, ладно. Ну, типа, люди, которые служили, я понимаю, их, типа, праздник. Мне даже кажется, немножечко грустный праздник. Потому что, типа, в космос-то полетели, а осваивать его особо не осваиваем. Печальненько. Печальненько. Эх, были времена? Да. Вот сидели бы сейчас на Марсе бы, и вот тогда, да, типа, «О, с днем космонавт». Давай. Ну, наше время ушло. В смысле, ушло. Тебе всего-то... Да, но... Тебе-то всего-то сколько тебе там есть, в общем, да. Надо было тренироваться, готовиться, чтобы летать. Сейчас и накопи денег. Да, кстати. Построй корабль. Накопи денег. К сожалению, нельзя... Купи слона. Деньги в организм, так, знаешь, как это, аппараты. И организм такой сразу, оп, я готов к перелетам, все нормально. Вестибулярный аппарат такой, оп, я готов, все, да, за деньги, все, готов. То, нет, организм, к сожалению, не все людей, ну, не все люди способны вылететь в космос. Вот. Надо готовиться к этому всему делу. Байт писал еще 101 рубль, одну копейку и пишет. «Симпсоны очень выросли», в кавычках он пишет. «Шутки не так понятны даже при нескольких просмотрах. Отсылки в фильмы 60-х, 70-х или события внутри США, плюс еще политизированы. В старых было повеселение. На самом деле, в старых было все то же самое. То есть, всегда в «Симпсонах» всегда была сатира, ну, вообще, всегда ржали над политикой. Ну, да. Вот. Прям люто причем. Над законами, над новостями, над новостями. Причем там четко тебе показывали, они свою политическую позицию. Ну, то есть, там была серия, я не помню, то ли, по-моему, это было в заставе, когда Гомер приходил голосовать и не мог нажать на того, за кого хотел голосовать, поэтому ему приходилось голосовать за, там, Буша, то ли, да, я не помню. Я тоже не помню, да. Вот, я просто, ну, не помню, политиков конкретно, вот. Так что, нет, это у них всегда было. Отсылка к фильмам тоже. В этом, кстати, отдельный кайф «Симпсонов». То есть, когда ты смотришь какой-то фильм, потом пересмотришь «Старые Симпсоны», ты понимаешь, что это отсылка к фильму, ну, типа, ты некий новый пласт, вообще, понимаешь. На самом деле, есть отличная серия старых «Симпсонов» из хэллоуиновских, где переснят фильм «Сияние» Кубрика, вот, очень крутая тема, вот. Так что, нет, все это было. Сейчас, наоборот, я как-то, ну, не чувствую уже. Сейчас им более попсовые, что ли, стало? Да не, ну, ну, просто катаются по темам современного мира, вот. Ну, они всегда катались, просто как-то, не знаю. Не знаю, они слишком старые. Я просто говорю, да, я слишком старый для него, все. Да, основной блок, но перед этим нам необходимо объявить конкурс. Паша зашуршал. Собственно, у нас стартует конкурс. Давно нас просили. Да, давно не было. Пожалуйста, мы делаем. Творческий конкурс по старым традициям. У нас есть заставка EBM. Ты можешь показать ее? Вот это вот. Да, это вот эта заставка. Еще больше минералов. Она очень простая, не усложненная. Вот. Раньше, когда мы проводили конкурсы на заставку нашей передачи. Вот. То есть любой человек может нарисовать заставку и прислать ее. И есть некие ограничения, которые я вам сейчас расскажу, по которым надо следовать, чтобы прислать заставку на этот конкурс. Вот. Поучаствовать в розыгрыше призов. Вот. Наш, собственно, партнер сегодняшний, конкретно этого конкурса, это Игра Терра, вот, который вышло обновление. Ну, мы ее сегодня постримим, очевидно. Вот. Вышло обновление. Не очевидно, а точно постримим. Ну, очевидно, точно постримим. Да, ты прав. Очевидно, ты прав. Да, очевидно, точно. Хватит нюхать подушку. Вот. Чтобы поучаствовать в конкурсе, где надо сделать заставку EBM, все, что нужно, необходимо, это чтобы картинка была в разрешении 1920 на 1080, записывайте. Вот. Там должна быть, соответственно, наш логотип. Ну, надпись EBM или еще больше минералов и так далее. Вот. И, собственно, Валькирия. Вы можете изобразить Павла в виде Валькирии, например. Да, Захара в виде Валькирии, Арика можно тоже в виде Валькирии. Меня можете в виде Одина изобразить. Например. Ну, то есть... Да. А, в общем, тематика эта Валькирия Тейра, соответственно. Валькирия, EBM, мы. Да. Вот. Да. Вот. Вот. Так что дерзайте. За это вы можете получить... Призовых мест пять. Да. На пять дней. На пять дней. Ну, нет, не на пять дней. Конкурс на неделю. Итоги мы подведем через неделю. В следующую среду мы подводим итоги. И каждый день после той среды... Да, мы показываем работу победителей. Да. Это стандартная история. Ну, мало ли, кто-то, может быть, не знает. Да, но... Собственно, про призы надо сказать. А ты приз главный принес? Конечно. Давай, тащи. Это не главный приз. Да, у нас... У нас есть пять подушек. Пять подушек. Следовательно, каждый, кто займет одно из пяти мест... Призовых, да. Получит подушек. В это место, естественно, там только подушка. Ни на что особо не рассчитываете. Но... Есть самая топовая вещь за первое место. Да, это... Такой, бросил в каянг. Барби. 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 Барби для любителей... Я не знаю, игровых персонажей, наверное. В общем, это... Барби для любителей персонажей, да. Для... Это... Очень крутая фигурка, собственно, из Терры. Да. Вот. И вы сможете ее... Ну, самая лучшая работа получит эту фигурку. Да. Вот эту вот. С мечом. У нее есть меч, масочка и... Что там у нее еще? И подставочка. Вот. И чулки у нее еще есть. И... А у меня нет чулков. И уши, и чулки у нее есть. Вот. Такая вот. Да. Барби для любителей Терры. Вот так вот. Назовем это так. Так что... В розовой коробочке. Если не будет хороших работ, я заберу ее просто себе. Конечно, и подушки тоже, и будем на них спать. У нас нет, кстати, фигурок на столе. Возможно, стоит поставить... Да. Возможно, стоит выиграть в конкурсе. Да. Я умею рисовать между... Короче, переназываем конкурс. Отберите фигурку у Арика. У Арда Вазда. Да. У меня вообще проблема. И вот так... Из-за того, что у меня нету... Ну, дома я стараюсь не собирать фигурки. Хотя у меня их довольно много всяких мелких... Типа фигурок из Макдональдса. Вот. Я вообще их люблю. Ну, типа, смотреть, разглядывать, держать в руках. Но не покупаю специально, потому что... Ну, потому что они, да, в общем, достаточно дорогие. Надо очень любить эту историю. Ну, типа, надо вот... Ты, типа, любишь, смотришь. А я, типа, люблю их повертеть в руках и поставить. И выбросить. Да. И потом я ненавижу с этого всего пыль собирать. Просто ненавижу. Были бы какие-нибудь антипыльные шкафы. Есть, есть, есть. Конечно, есть специальные шкафы. Но я просто не коллекционер фигурок. Но я, ну, типа, отношусь к ним очень с большой любовью. Так что попробуй отобрать у Артавазда. Да. Так, собственно, работу присылать надо на... Да. Да. За первые пять мест будут призы. За первое место будет... Конкурс, собака. В общем, полный набор. Типа, фигурка, подушка, кружка. Кружка еще есть. Да. А вот. За второе, соответственно, там, подушки, подушка и кружка. За третье, четвертое, пятое по убывающей. В общем, подушка и кружка, подушка и подушка. И сумка. Ну, это сумка, ну... Да, ну, это сумка, в которую вы положите подушку. Например. Вот. Подушка намного лучше. Изи вообще. Подушка достается... Всем пятерым победителям, да. Вот. Всем пятерым... Лучшим работам. Лучшим работам. Пяти лучшим работам, которые... Так что вы бросили, вот мы для вас замутили. Дерзайте. Могли бы не мутить, между прочим. Вот конкурс собака. ДТФ.РУ. Сюда присылать свои работы. Подведем итоги в следующую среду. Да. Перед неделю. И потом в течение недели будем показывать ваши работы. Вот здесь. Вот. Вот эта вот заглушка. Видите, где написано еще больше минералов. Да. Еще раз, на условии конкурса. Ну, то есть, что нужно сделать. Разрешение должно быть 1020 на 1080. В картинке должно быть, ну, понятно, что это ЕБМ. Это может быть просто написано ЕБМ или еще больше минералов. Ну, собственно. Ну, вот. Ну, собственно, тема обновления в Терри. Да, это Валькирия, поэтому, ну, типа... И мы. Не, ну, мы не обязательно. Ну, можно и без нас. Да, может быть, там круто будет и без нас. Может быть, там Хью Джекман Валькирия будет. Да, ну, мне кажется, с нами будет все равно. Да, Photoshop. Приветствую. Photoshop скиллы тоже приветствую. То есть, не обязательно рисовать от руки. Естественно, если это нарисовано от руки, то у вас намного больше шансов, потому что это выглядит намного лучше обычно. Вот. Но если у вас супер таланты... Photoshop скилл. Ну, в Photoshop, в принципе, можно и рисовать. Да, вручную. Я имею в виду, как собирание коллажей, то... Ну, вэлком. Да. Вот. Так что в пейте тоже можно нарисовать. Если у вас хорошо получится, почему бы и нет. Вот. Батчо... Правда, там прозрачности, по-моему, нет. Все там есть. Да, есть. А, или нет. Нет, про прозрачность. Нет, про прозрачность мы сами задаем ваши. А, да. Действительно, точно. Я про прозрачность забей вообще. Вот. Сейчас не так явно прислал Батч 100 рублей. Говоря про Симпсонов, 1 рубля. Одну копейку. Но он не любит. Вот. Ну что, давай переходить к основному блоку. Сегодня новостей немного. Ну как, достаточно. Ну, достаточно. Павел одобряет количество новостей. Да, да. Тем более нам в 2 надо уже стримить. Я поставил на 2. Ты поставил на 2? Да. Так, давай ускоряться тогда. Терра в 2 сегодня. Да, напоминаем, что сегодня будет... Ну, потому что хочется еще... Срочно стрим по Терре. Юкулелю эту. Юкулелю. Я понял. Лукаэль. А сегодня будет 2 стрима, видите как. В 2 часа у нас будет стрим по Терре. Мы, собственно, будем показывать нового персонажа Валькирию. Да, поиграем за нее. Да. Все, понеслась. Основной блок. Что, я, ты? Ты, я, я, ты. Ну, давай я. Давай. Вальва объявила о переходе Counter-Strike Global Offensive на движок Source 2. Революция, товарищи, в стране сдвинулась с мертвой точки. Габен просто посмотрел на топ и продаж Steam. Он катнул просто каточкой. CSGO упало на одну позицию. Срочно надо что-то менять. Да, че-то графу не так себе надо все менять. В рамках презентации для китайской прессы разработчики рассказали о летнем обновлении сетевого шутера и проведении новой операции. 11 апреля об этом сообщил портал PvP Live. По словам представителей портала, уже летом 2017 года Counter-Strike Global Offensive перейдет на Source 2. Это может привести к изменениям в ощущениях от игры. Изменения ощущения. Гореть будет сильнее. Поскольку последний движок от Valve использует физическую технологию Rubicon, а не Havoc, задействованный в первой версии Source. Помимо прочего, Source 2 позволит добавить в игру разрушаемое окружение. Ух! Разрушаемое окружение в игру? Да, технологии. В PvP Live считают, что подобные изменения маловероятны, поскольку они окажут слишком серьезное влияние на баланс киберспортивной дисциплины. А мне как раз таки кажется, что наоборот. Что пора уже вносить баланс? Забросить? Мне кажется, что это наоборот. Привести огромный экскаватор изменений. Ты представляешь, если сейчас Гейб выкатит просто обновление настолько серьезное, то есть люди наоборот, мне кажется, начнется новая волна. Еще больше. Ну, конечно, ему видней в целом. То есть спорить с Гейбом Ньюэлом сложно? Да. Он умный мужчина. В июне 2015 года Valve перевела на обновленную версию Source свой мобопроект Dota 2. Вместе с этим компания серьезно изменила интерфейс проекта. К концу 2016 года выпустила патч 7.0. По мнению многих киберспортсменов, в корне изменивший игру. Также разработчики презентовали новую операцию для Counter-Strike в ходе специального мероприятия, проводимого на серверах игры. В нее добавят 7 карт. Это будет The Thrill, CS Agency, The Shipped, You have been shipped. Потрачено, да-да-да. Вы закораблены. Да. The Light, типа свет или облегченный. Нет, облегченная. Облегченная карта. Мне надо скинуть пару килограмм, пошли на The Light, да. Это как-то Coca-Cola Zero, знаешь, вот The Light, карта The Light. The Black Gold, видимо, посвященная нефтяной вышке. The Austria. Ну, Австрия и Австрия. Чем-то напоминает карту из Overwatch. Да, я хотел сказать, чем-то напоминает вот эти две последние. Мне чем-то сильно напоминают карты из Радуги. Дом. И, типа, террористы, контртеррористы. Ну, да, схема другая. И CS Insertion. Слушай, ну согласись, если я сейчас... Ну, давайте пофантазируем. То, чего, естественно, не произойдет. Наверное, этот портал PvP Live. PvP Live же, правильно я говорю, да? Да. Да. А, наверное, они все-таки правы, потому что им видней. Ну, может быть, и нет. Но я бы хотел, чтобы Counter-Strike на новом движке, имея разрушаемость, приблизилась бы ближе к осаде. Ну, может быть. То есть, хотя бы, чтобы можно было стрелять через стены. И не просто стрелять, и у тебя там текстурит черные вот эти пятна появляются. А нормальная разрушаемость, что ты просто стрелил, дыра появилась. Ну, это, думаю, настолько вряд ли. Я думаю, что если появятся объекты, так как это киберспортивная дисциплина, основанная на своей тактике, скажем так. Не тактике разрешения стен, то там может появиться достаточное количество разрушаемых объектов, но не полная разрушаемость. То есть, условно, в доме ты стену не прострелишь, но там, не знаю, дверь, например, вот дверь, например, будет ломаться. Ну, мне кажется, что стены внутри дома должны ломаться, ну, гипсокартон, блин, его кулаком можно продырявить. Ну, это не про контрол. Ну, это ты сейчас говоришь, ты и ретроград. Я не ретроград, есть понятие, что это, ну, то есть, какие-то устои, это уже игра, не просто игра, а киберспортивная игра. Слушай, когда ты CS 1.6 тоже был устоим, а потом вышел CS GO, ну, и все нормально. Никто не жалуется, что он на шорсе там и так далее. Да, но все равно сохранились какие-то принципы. Изменился движок, но принципы сохранились. Ну, а какие-то изменились, а какие-то добавились принципы. В целом не так, чтобы... Ну, то есть, поменялась механика только за счет движка, но в целом ты играешь по тем же правилам. То есть, вот, есть А, Б, плен, там... Ну, здесь тоже правила будут те же, но добавится некая разрушаемость каких-то объектов. Разрушаемость объектов может принести довольно сильное изменение в балансе. Такие, почему нет? Вот. Ну... Нет, я же сейчас фантазирую. Я говорю о том, что, на мой взгляд, было бы круто. Вот. Но было бы интересно, скажем так. Конечно, появится куча вайнеров. Ретро-гад. Ретро-гад. Релиз Counter-Zar Global Offensive состоялся в 2012 году. С тех пор игра не только не утратила своей популярности, но и стала одной из ведущих киберспортивных дисциплин. В 2016 году призовой фонд самого крупного турнира по сетевому шутеру составил 1,5 миллиона долларов. Вот такие вот. Ну, CSGO это одна из крупнейших вообще киберспортивных. Тут, как бы, хоть мы, как бы, очень много, естественно, иронизируем и смеемся над тем, что CSGO в очередной раз там в топе Steam. Ну, это очевидно, что это юмор. И понятно, что CSGO одна из там важнейших киберспортивных дисциплин и довольно, ну, хорошая игра. Ну, в своем месте, скажем так. Но она действительно немножко устарела уже. Ну, в этом и суть соревнований. Типа, футбол тоже давно устарел. Ничего не меняется. Нет, футбол, подожди, футбол все время меняет. Но все время появляются какие-то мелочи. Ну, ну... Ну, то есть, раньше играли, условно, с виной головой, понимаешь? Ну, это немножко не то. Все время меняется мяч. Все время... Окей, но он все равно круглый и катается от ворот к воротам. Да, здесь тоже никто не говорит, что пули станут квадратными, понимаешь? Нет такого, что ты можешь, не знаю, отправить смс и мяч в определенный момент изменит свою траекторию, когда по нему будет бить Месси. Или, например, что ворота станут меньше и будет, знаешь, сверху над девяткой будет ездящая такая деревяшка, которую, если ты бьешь, то ты можешь случайно попасть в эту деревяшку, и она тебя бьет. И ты в CSGO тоже этого не предлагаешь. Тут тоже, понимаешь, нет кардинальных... Разрушаемый объект... Разрушаемость может принести кардинальные... Но это не кардинальные изменения вообще в целом в игре. То есть тебе принцип остается тот же. Ты должен убить оппонентов. Ты делаешь это таким образом. У тебя есть оружие для этого. Ты его закупаешь. То есть вот это все не убирает. Основные устои остаются. А это скорее как мелочь. Ну, то есть как вот недавно появилось... В том-то все и дело. В том-то все и дело, что не мелочь. Очень большая... Ты понимаешь, многие тактики строятся на тайминги. И если, например, раньше тебя... Ну, тайминг поменяется. Поменяют тайминги, значит. Может появиться хаос. То есть не будет вообще в целом тайминга. Ты просто будешь выбегать из одного конца карты, стрелять там с АВП в дом насквозь и пробивать. Я думаю, что это должно быть уже на совести разработчиков. Они должны с этим... Есть укрытие. Я не говорю, что все должно ломаться. Это не Battlefield. Мы прекрасно это понимаем. То есть, ну, просто я считаю, что объекты, которые ты простреливаешь, они должны, ну, логике под какой-то подвергаться. Что они должны ломаться. Это... У них должны появляться дыры хотя бы. КС-очка немножечко про другое. Я понимаю, но, типа, ну, мы опять-таки фантазируем. Поэтому я и говорю, объекты, ну, могут быть, но не все. Так я вот, я хотел по поводу футбола изменения привести. Вот такого же примерно, как мне кажется, порядка. То есть, как было раньше. Если кто-то пытался забить гол и мяч попадал на линию, и не видно. То есть, ну, ты не видишь просто. Человеческий глаз не может это зафиксировать. Ну, типа, и это осталось на совести судьи. Ну, да. Сейчас много на совести судьи. Нет. Ну, скажем, разом меньше. Теперь ввели вот эту историю с определением гола, с камерой, которая показывает. И, типа, во время матча это прямо смотрится. Ну, это давно уже надо было сделать. Вот, ну, то же самое с разом. Ну, то есть, казалось бы, устои. Понимаешь? Судья, нет. Нет. Тут, тут это ты обсуждаешь в техническую сторону. А тут тоже техническая. Это дерево, оно должно ломаться. Нет. Ну, как нет? Ну, нет. Ну, давай проведем тесты, возьмем, купим АК-47. И те вещи, которые должны... Нет, это немножко не то. Понятное дело, что дерево должно ломаться. Но схема игры сломается, если дерево, все дерево в игре будет ломаться. Понимаешь? В этом... То есть, понятное дело, что слишком примитивно... Ну, возможно, стоит обновить. Есть автомат, который стреляет, и ты должен убить врага. Но там намного... Я понимаю, что это игровые условности, которые помогают поддерживать киберспортивную составляющую и вводят в игру меньше случайностей. Потому что, если, естественно, будет разрушение объекта, случайностей будет больше. Да, будет довольно странно. Тут я не спорю с тобой, я понимаю, о чем ты говоришь, но я имею в виду, что вот мне кажется, что это может освежить как-то игру. Частично, да. Но, опять же, даже, если уж на то пошло... Естественно, появится куча людей, которые начнут говорить, господи, что вы сделали, где мой Counter-Strike? Не сделала полное разрушение. Они изначально хотели сделать, чтобы прям там можно было сравнять с землей, но они поняли, что это повлияет на баланс. Я и не предлагаю даже делать разрушаемость, как в осаде. В осаде очень много разрушаемости. Но частично. Какие-то вещи, чтобы могли ломаться. А здесь, ну, типа, вот, типа, ну... Это, я говорю, не обязательно. Мне бы хотелось, я бы хотел взглянуть на Counter-Strike вот в таком виде. Ну, это интересно, но думаю, что все-таки они ограничатся чем-то более мелким. Но, может быть, они хотя бы, не знаю, уберут рандомность выстрелов хотя бы. Вот, вот, вот это было бы круто. Но вот это как раз-таки, это устойка CSGO. Это не уберут никогда. Нет. Потому что в этом фишка, мне кажется. Вот в этом... Что ты стреляешь в ногу или вообще мимо и попадаешь в голову. 1 до 1.6, ты примерно точно знал, куда летит пуля. Были гайды, которые тебе рассказывали, там, о направлении, когда ты зажимаешь, там, допустим, MP5 или калаш. Ты точно знал, куда пойдет ствол. То есть ты мог предсказать. Очень многие, кто зажимает, там, допустим, АК, насколько я помню, надо отводить наискосок. Вот, если ты зажал, то введи наискосок, чтобы дальше они попадали куда-то в голову. Сейчас это работает сложнее. Очень больше, ну, на мой взгляд, больше добавилось рандома. Хотя, если посмотреть, сейчас недавно был какой-то сезон 3 Starladder закончился. Там такие вещи творят, там такие, они делают такое, что я думаю, ну, они магия, там. Просто они могут отпустить мышку и мысли управлять. Там такие ноускопы, там такое, там что они делают вообще, что они творят. Там кто-то прыгает, он куда-то целится, кто-то в прыжке, он делает пистолет, и все, хэдшоты. Что? Как ты это сделал? Что ты творишь? Безумец. Кто разрешил магию вне Хогвартса, понимаешь? Там какой-то на последнем вот серии с 3 Starladder, там, чувак, я забыл, какой-то не поляк. Как же, черт, не помню его. Человек-не поляк. Отличился, ну, то есть он играл вообще как зверь, просто как зверь. У него супер отточенные были выстрелы, супер вообще. Он там тащил катки, один против там троих-четверых затаскивал, это просто безумие. Вот. А сам такой садишься, играешь, а, сейчас я все... Словак, да, боснеец, не словак, боснеец, боснеец, вот. И сам садишься, такой, а, сейчас я вспомню, как это все. Вот, так вот, начинаешь стрелять, у тебя пули куда-то так... Что такое? В упор не можешь кого-то убить, так что такое? Бро, все, до свидания. Вот. Ну вот, понимаешь, если они это уберут, то все, ну, то есть, исчезнет магия CSGO. Мне кажется, поэтому люди в него играют, потому что, ну, то есть, мне кажется, есть в этом элемент, знаешь, привлекательности. Потому что, когда ты знаешь, куда летит пуля, скучно, ты понимаешь, что ты просто плохо играешь. Ну, то есть, ты играешь, и ты осознаешь, что вот тебе туда надо было выстрелить, пуля бы полетела туда, а ты как дебил просто не смог. А тут тебя на рандоме убивают, и ты на рандоме делаешь, ну, то есть, ну, абсолютно безумные килы происходят, и ты такой думаешь, блин, это прикольно, типа, да, 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 да. Как так? Поэтому, мне кажется, что это не уберут никогда, потому что в этом, мне кажется, вся суть. Конечно, если бы хотели люди, чтобы пуля летела как надо, ну, типа, в прицел, они бы играли в другие игры, вот, там, в ту же радугу. В общем, что-то поменяют, готовимся к изменениям. Да. Ладно, портал N-Gadget досрочно рассказал о выходе Bayonetta на ПК. Как он посмел. Как они, да, 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 просто пощам им. Ну, ладно, нет, конечно, они молодцы, потому что, ну, вообще, ничего такого не произошло. Новость просто в том, что Bayonetta вышла на ПК. N-Gadget нарушил эмбарго более чем за час до завершения обратного отсчета на сайте издателя. Как сообщает портал, Bayonetta поступит в продажу в Steam 11 апреля, то есть вчера, то есть она уже поступила в продажу. Специально для владельцев ПК игру 2009 года переработали, улучшив графику и добавив поддержку разрешения 4К. Те, кто уже владеет экшеном на другой платформе, то есть это PlayStation 3 или Xbox 360, до 25 апреля смогут получить бесплатный апгрейд до версии Digital Deluxe, включающей в себя саундтрек и цифровой артбук. Несмотря на то, что оригинальная Bayonetta получила лестные отзывы от критиков и игроков, она не позволила разработчикам самостоятельно заняться сиквелом. Бабла не хватило. Вторая часть, вышедшая эксклюзивно для Wii U, профинансирована, очевидно, Nintendo, вряд ли появится на других платформах. Ждать не стоит, потому что, ну, типа, все, что делает Nintendo, остается на Nintendo. Я, правда, не очень понимаю, что за... Выходит на ПК и надпись, как хорошо быть плохим парнем. Ну да, когда ты выходишь на ПК, ты чувствуешь себя плохим парнем. Типа, я такой плохой, я выше. Я выше. Ну, подумай, типа, ты когда выходишь на ПК, ты сразу, как бы, в ходе... Ты понимаешь, есть, значит, бар с красивыми, ухоженными людьми и бар, где сидят такие, типа, суровые пираты, мужики такие. И ты, типа, вот этот бар, где все такие, типа, нарядные, чистенькие, это бар, где, ну, типа, тусуются консольщики, вот. А здесь тусуются ПК, бояре, пираты и прочее. Ну, то есть, заходя туда, ты сразу становишься плохим парнем. Окей. Ну, я надеюсь, всем понятна моя аллегория. Вот, на чем я остановился. Первые намеки на выход Байонета на ПК были еще 1 апреля, когда Сега выпустила в Стиме двухмерную Байонету. Типа, забейте, она не стоит большого внимания. Вот, а вот Байонета 1, которая сейчас выходит в Стиме, вышла в Стиме вчера, она, ну, это один из лучших слэшеров современности. Не побоюсь этого слова. Или в прошлости. Просто в прошлости. Вот. Вот, я думаю, мы ее постримим как-нибудь, раз уже она вышла на ПК, почему нет. Байонета очень хорошая игра, с очень мощным несюжетом, вы не поверите. С очень хорошей проработанной боевой системой, в которую очень интересно играть. Вот. Помимо этого есть еще сюжет, как сказал Захар вчера, как воня мэ. Вот. От слова вонь. Да, от слова вонь. Поэтому мы вам покажем, что вне хорошего. Единственная печальная, естественно, новость заключается в том, что, ну, очевидно, игру не перевели на русский язык. Вот. И это немножко грустно. Хотелось бы, конечно, чтобы игра была на русском языке, но я думаю, что в ближайшее время, обычно это всегда происходит, когда игра выходит на ПК, появляется фанатский перевод, который вы сможете, типа, накатить и играть с русскими субтитрами. Возможно, скоро накатится. Да, легко. Кстати, не очень приятные новости, Full Throttle, ремастер, нету, по-моему, русского языка. Но, во всяком случае, в Steam'е, версии для Steam'а, написано, что нет русского языка. Вот, поэтому... А, он должен был быть? Ну, было бы неплохо, чтобы он был. А, я просто не ожидал. Тексты, вот. Но в квесте, который выходил давным-давно, там, насколько я помню, был русский язык. Да это, скорее всего, был тоже. Ну, фаргустический там какой-то. Фаргуст это не... Ну, я понимаю, но он был хотя бы. Возможно, его перенакатят. Я думаю, что сейчас быстро-быстро мододелы все починят тебе, поправят, и ты сможешь затянуть старый перевод в новую игру. То же самое с Grim Fandango. В старой версии не было перевода, но зато был нормальный перевод с субтитрами в одной из пиратских версий. Не, ну, вот субтитры конкретно, их, наверное, не хватает. Не, без субтитров, конечно, будет тяжело. Мы, наверное, посмотрим, когда появится... Озвучка была только, говорят. А, Атакеллы, да, по-моему, Атакеллы была. Может быть, она... Ну, я думаю, что... Ну, это, ну, серьезно. Это вопрос времени, Паш. Да. То есть, если нет возможности переводить у издателей, всегда есть люди, которым, типа, не впадло перевести для тебя. Да. Вот. Ладно. Переходим. Я, да, Байонету я люто рекомендую, особенно если вы любите Devil May Cry какой-нибудь, например. Вот. Каждый раз... Каждый раз. Это лучше. Еще немножечко про утечки. Утекший трейлер с Звездной войной Battlefront. Да, сегодня ночью. Battlefront. Сегодня ночью утек трейлер. Battlefront 2. Да. И он подтвердил наличие в игре трех эпох. По... Эпох. Трех эпох. Каждому по эпохе. Да. 11 апреля в сети появился трейлер Star Wars Battlefront 2. Компания Electronic Arts еще не анонсировала игру официально, однако пользователи предполагают, что в интернете предоставлен подлинный промо-ролик. В трейлере Battlefront 2 показали кадры, которые относятся к разным эрам космической саги, включая эпоху возвращения джедая, трилогию тыквалов и седьмой эпизод Звездных войн. В ролике продемонстрировали предположительную героиню Battlefront 2, пилота имперского истребителя, который наблюдает за уничтожением Звезды Смерти с другой планеты. Неизвестно, станет ли этот сюжет ключевым для одиночной кампании или найдет отражение в мультиплеере. Кроме того, авторы видео указали, что многопользовательские сражения будут происходить в разных эпохах Звездных войн. В промо-ролике можно увидеть кадры битвы Дарт Молла с Йодой, а также фрагменты с участием Кайла Рена и героини седьмого эпизода Рея. За предзаказ игры пользователи получат доступ героям из восьмой части Звездных войн с подзаголовком «Последний джедай». За предзаказ? Да. А просто так, что не получишь? Ну, может быть, когда-нибудь просто так получишь. По лицу. Мечом. Предполагается, что релиз Battlefront 2 состоится в зимние праздники 2017 года, накануне выхода фильма. В конце марта Electronic Arts подтвердил, что покажет вторую часть Battlefront на мероприятии Star Wars Celebration 15 апреля. То есть до полного трейлера остается три дня. Я не уверен, что будет какой-то еще трейлер. Думаешь, вот это хотели показать? Я думаю, что да, конечно. Тогда грустненько. Тогда грустненько. Разработчики из студии DICE, Criterion и Motive должны продемонстрировать трейлеры игры и поделиться подробностями проекта. Ну, подробности появятся. Подробности появятся. Что я хочу сказать? Мистер ДТФ присылал 100 рублей и Паша на стрим по CSGO. Сатэн. Паша на стрим по CSGO. Чтобы магию покажет. Можно, конечно. Я даже, может, с тобой поиграю. Поору там. Опять. Странные пули летят. Создадим опять меншин и будем там фаниться. Нет, я люблю, типа, заходить в игры с людьми, чтобы они страдали, ругались. Из-за твоей игры? Нет, причем не из-за моей игры. Нет, просто я же говорил, что мой опыт игры в CSGO первый, когда я купил ее, поставил. И первое, что я услышал там, я захожу в игру, и там драма развернулась. Значит, парень рассказывает просто нам, рандомным людям, о том, что, типа, парня, что делать? Я узнал, что мой отец не мой отец, а мой отец мой сосед. Важно. Житейские истории. Сериал CSGO. С юмором это подаю, а там была реально драма, там серьезно он рассказывает это все. Я такой слушаю, думаю... В CSGO подтвердил этот сюжет. Просто всегда люди, которые играют в CSGO, все время рассказывают потрясающие истории, как они наслушались какой-то дичи в голосовом чате. Я всегда думал, что это он, типа, утрирование. И тут я впервые запускаю CSGO, это было, типа, когда, в прошлом году, да, я купил? Я уже не помню. Вот. И там до этого я 15 лет не играл в Counter-Strike вообще. Ну вот. И я тут запускаю Counter-Strike GO, и такой, господи, это все правда. Это существует. Все, что говорят, правда. Вот. А по поводу Star Wars Battlefront, я хочу сказать, что они сделали... Со второго раза они сделали то, что нужно было сделать с первого. Посмотрим. Не, а про три эпохи. Нет, я пока что объединение эпох. Посмотрим, что у них получится. То есть ты ругаешь их за то, что они решили всех персонажей? Я еще не видел игры. Первое, что я видел... Ну, ты видел первую часть? Да. Я тебе сейчас говорю про эпохи, я сейчас не говорю про геймплей, механики и так далее. Ну, эпохи эпохами, если все останется там же, где и было, то ну и эпохи на эпохи. Нет, ну, круто, что... Нет, ну, во-первых, круто, что они хотят добавить Дарт Мола, Йоду и... Ну, Кайло Ренова. Они добавляли персонажей на протяжении прошлой игры. Типа каких-то там наемников и прочих, Кайло Рена этого. Чмошников, реально. Какого-то в площады, темнокожего мужчины. Нет, этот нормальный, я не про него. Я говорю про вот какого-то наемника этого, инопланетянина. Ну и что, они тоже имеют право на жизнь. Ты расист инопланетный, мы уже выяснили это. Я вчера, да, на стриме говорил, что я не люблю инопланетян. Нет, проблема не в этом. Я имею в виду, что они добавляли персонажей, но неинтересных. А я говорю про то, что все хотели поиграть за Рэй. Все хотели поиграть за Кайло Рена, все хотят за Йоду, черт подери, поиграть. На мой взгляд, они будут такими же неинтересными. Это просто будет генерик джедай просто с другим скином. Ну, то есть у него будут свои умения. Геймплейный, это же другой вопрос. То есть проблема Баттлфронта первого заключается, в смысле из новых, заключается в том, что игра очень поверхностная. Она, на мой взгляд, стерильная. Красивая, но в ней души нет. Особый. Ну, это я так вижу. Ну, в принципе, я с тобой как бы согласен и не согласен. Я получил удовольствие, хоть я и небольшой поклонник звезды на фоне, когда я поиграл там часов 20 суммарно, я получил от них удовольствие. Но абсолютно нет желания возвращаться, потому что есть ощущение, что ты получил все, что мог от игры. То есть это такая игра на 20 часов для меня получилась. Хотя я знаю людей, которые до сих пор катают. Для меня, мне меньше, мне там пары каток хватило, в бетку поиграть и в релизе, на релизе там раза два три сыграл и как бы, ну, все. Спасибо. Спасибо, до свидания. В принципе, были вещи, которые мне понравились. То есть, летать на звездолетах было классно. Не так интересно. В Battlefield 1, например, летать мне вообще не нравится на самолетах. А здесь ты такой пиу-пиу-пиу, вот это вот все очень классно. Вот. Мне понравилась масштабность. И они, я надеюсь, все-таки с опытом Battlefield 1 сделают еще круче, чем Battlefront 1. Вот. И в этом плане я надеюсь, что она будет интереснее. Но я не думаю, кстати, что она будет глубже. Глобально. То есть она глобально все равно останется... Я думаю, что она останется в такой же поверхности. Нет, не реклама фильма. А это игра для фанатов фильма. Не геймеров. Ну, для геймеров в том числе. Но не... Даже игра, например, Battlefront продался очень мощно. В него играют очень много... Ну, то есть там миллионы. Ну, вроде и играют. Можешь, 10 миллионов продаж. Вот. В нее играют люди и очень много людей, которые не сильно... Не супер геймеры. Ну, там у тебя есть PlayStation 4 и там Call of Duty, еще что-то. И Battlefront. И ты не супер там задротишь каждый день. Там не проходишь все миссии в Андромеде. Там не проходишь Bloodborne. Ну, ты играешь в такие игры и типа вот... Ну, то есть ты играешь по минут 30 в день. Ну, типа того, да, да. И все. И больше ничего. Ты особо... Типа прийти вечером и расслабиваешься. Раньше люди в колду играли, которые любят вот... И сейчас играют. Ну, правда, колда напрягает, а тут не очень. Ну, смотря как ты в нее играешь. Можно типа забить. Да. В общем, посмотрим, что в итоге из этого. Подробности нас ждут. Да, главный. Так как все много очень ругались в прошлый раз. Да. В этот раз разработчики решили сделать синглплеер-компанию. И она будет за женщину-пилота имперца. Ну, тоже посмотрим. Что меня смущает, я просто не силен в этом и в лоре «Звездных войн». И в целом, это не какое-то там проявление сексизма, но глобально. Я не помню женщин-пилотов у «Империи» вообще. Да нет, были. У «Империи» были женщины-пилоты? Во-первых, в «Империи» все... Просто сколько я помню во всех фильмах, все там типа клоны, 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 клоны. Не, ну, в «Империи» просто многие там в масках. Типа у пилота, да. Не, ну ты же там... Это же событие происходит, по-моему, после взрыва «Звезды смерти». И там, насколько я помню... Да, и событие происходит после шестого, да? Там в какой-то момент уже под масками клонов скрывались уже просто наемники. Но я просто... Не клоны уже. Не так много. То есть из женщин военных, имперских, я помню только из восьмого эпизода, собственно, эту... Генерал, как ее... Хром, назовем ее так. Генерал Хром, да. Гугл Хром. Громированный генерал. Вот, ну ладно. Это просто вот, типа, скорее для самообразования мне было интересно, потому что я такой не помню. Вот, ладно. Ремеди объявила о портировании движка своей игры Quantum Break на PlayStation 4. Новость из разряда, вам обязательно это нужно знать. Да, срочно. В течение 2016 фискального года компания заработала 16,4 миллиона евро, что превысило предыдущий показатель практически на 20%. Об этом, собственно, сообщает опубликованный Ремеди отчет за 2016 год. Вот, читая, чистая прибыль составила 3,9 миллиона долларов, предполагаю. Евро, господи, почему долларов? Все, евро, это же Ремеди, это же Европа. Да, успешные результаты сотрудники студии связывают с хорошими продажами боевика Quantum Break, который вышел в апреле 2016 года, эксклюзивный для платформы Microsoft. Он же потом вышел... На ПК. Ну, на ПК он с самого начала вышел, потом он еще и в Steam уже вышел. Ну да. Да. В данный момент команда работает вместе с авторами условно-бесплатного шутера Crossfire над его сиквелом. Если вы не в курсе, в какой-то момент, ну типа полгода, может даже больше назад, даже больше, почти, наверное, уже год, летом в общем, в прошлом, появилась новость о том, что Ремеди работает над игрой Crossfire 2 вместе с разработчиками. И они помогают им делать сюжетную часть игры. Вот. По данным Ремеди в игре зарегистрировано больше 650 миллионов игроков, а сам проект приносит миллиард долларов ежегодно. Таким образом, они намекают, что хотелось бы, чтобы дорогие игроки покупали наши игры в большем количестве. А, ну да. А то мы будем делать Crossfire 2. Да нет, пусть... Я вот, мы тогда, я помню, спорили с Захаром. Ну да. Я не вижу в этом никакой проблемы. Ну, то есть, они работают не за идею, они работают за деньги. Не за еду. Им нужно кормить там свои семьи, кормить сотрудников и прочее. Ну, типа, платить за офис. Ну вот, а когда ты выпускаешь игры неплохие, скажем так, иногда даже гениальные, но давно такого не было, конечно, хорошие. Quantum Break неплохая, то есть, интересная. Ну вот, и люди их не покупают, ты такой, типа, ну что за... Ну деньги-то надо заработать. Деньги-то нужны, да. Ну вот, поэтому я не вижу вообще в этом никакой проблемы. Это, типа, как знаешь, ты работаешь на работе, но у тебя есть свободное время, и ты можешь еще, я не знаю, на такси подработать. Ну, типа того, да. Такой деньги-то все равно нужно, деньги лишние не будет. Кроме того, разработчики трудятся над проектом под кодовым названием Project 7. Для него авторы занялись переносом движка, собственно, Nord Lite, который использовался в Quantum Break на платформу PlayStation 4. Честно скажу, я не был впечатлен новым движком. Ну, то есть, я бы не сказал, что он выглядел красивым. Я бы не сказал, что он был потрясающе красивым, да. Ну, то есть, все эти эффекты, конечно, выглядели круто, но... Не, эффекты, да, я имею в виду, сама картинка, она не потрясающая. Лица похожи, скажем так. Да, лица, да, с лицами все хорошо, тут безусловно. Ранее сотрудники Remedy рассказали, что новый проект будет представлять игру в открытом мире с кооперативными элементами и ветвящимся. Мне страшно, потому что звучит это... Ветвящийся сюжет. Слишком сложно. Слишком ветвящийся. Ну, это сложно в открытом мире сделать кооперативную игру с ветвящимся сюжетом. Это, ну, типа, задачка такая. Ну, они могут просто сейчас сказать, что это кооперативная, а на самом деле это будет сингла, и там будут кооперативные пару заданий. Да, ну, логично, да. Узнаем, пока непонятно, что они делают. Ждем от Remedy. Remedy одна из компаний, игры, от которых ты, в принципе, ждешь. С интересом, потому что, несмотря на, там, типа, взлеты и падения, вот, у них все игры заслуживают интерес. Звитеский, потому что они все имеют хорошую сюжетную составляющую, повествование, за которыми интересно служить. Следить. Ну, короче, они что-то пытаются. Да, ну, то есть, Макс Пейн, Макс Пейн, очень интересная нуарная история в, в этом, как его зовут, в Вален Вейке, вообще там, типа, очень, очень любопытный сюжет. Ну, например, геймплей мне вообще не понравился. Ну, не вообще, но, типа, у меня есть два типа людей. Одним нравится сюжет, но мне нравится геймплей, другим нравится геймплей, но мне нравится сюжет Вален Вейке. Типа, чё, листочки какие-то книги, чё. В Вален Вейке очень интересный эксперимент вот с, вообще, с заигрыванием со временем и с смешением типов повествования, когда ты играешь, потом ты смотришь, типа, серию сериала. Вот это любопытно, скажем. Да, но, к сожалению, не очень получилось у них. Да, но, тем не менее, это не какая-то игра, в которой ты такой, типа, а, чё-то там вышло, типа, и она у тебя забылась. Ну, то есть, ты, типа, при произнесении слов Quantum Break, ты такой сразу понимаешь, да, о чём речь идёт, и, типа, чем она известна, чем она интересна. Вот, поэтому новую игру я бы от них, да я даже, блин, может, в Crossfire поиграю ради них. Еее. Ну, вот. Сотрудники BioWare показали, как Mass Effect Andromeda выглядела на ранних концепт-артах. И там такие, знаешь, зарисовки в пейнте, такие рожицы. 10 апреля на портале Kataku была опубликована коллекция работ художников, трудившихся над Mass Effect Andromeda. Да, судя по артам, разработчики кардинально изменили дизайн Коры Харпер, одного из главных женских персонажей игры. Зарисовки позволяют увидеть, как в процессе работы над игрой изменилась цвет волос, прическа и расовая принадлежность Харперу. Видимо, вот эта вот, она изначально такой была придумана, а потом... Ну, вот тут есть, да. Постепенно. Эволюция Коры Харпер. Да, вот там у него металлическая рука даже в одном... А, нет, это просто такой костюм, я думаю, металлическая. Было бы прикольно. Нет ни одного человека с металлической рукой, кроме Кроган. Кроган же, по-моему, там себе какие-то импланты вставлял. Вот так Кора Харпер выглядит сейчас с черной задницей. Также можно заметить... Еще, как мне всегда нравится, когда очень прикольно вставляют слово «член» в текст, и я всегда могу порадоваться, как 10-летний мальчик. «Член главного героя!» Еще до релиза игры, ставшей любимцем фанатов. Нет. Переменная косунжа... Я вообще, кстати, не понимаю этой истории, то есть я тоже много раз читал, что типа Джао... Да, он всем понравился. Чем он понравился? Он типа беспонтовый рыбочеловек. Но он не рыбочеловек, он котик, кота-человек. Ну вот непонятно, кота-рыбочеловек. И вообще, после того, как из него сделали Соника, я не могу воспринимать... Он похож на Соника, да, кстати? Я все время на его лице думаю, на кого же он похож? Он похож на Соника. Ты абсолютно прав. Перемены коснулись не только внешности НПС, но и существ, населяющих мир Андромеды. Вот вам Джао, а вот вам Кроган Дед. Это реально Кроган Дед, если что. Нет, это Кроган Дед. И тут какие-то вот... Причем вот это существо на арте, на котором он сидит, это очень напоминает коллекционеров. Там был главный коллекционер, который управлял ими всем, и там Assuming Control делал. И он тоже с четырьмя глазами какой-то был такой. Он был офигенный, кстати. Да, тут какой-то огромный лев, робо-лев. Робо-лев, вот это я люблю. Робо-лев это моя любимая дерьма. Помимо этого, разработчики поделились многочисленными зарисовками техники и инвентаря игры. Среди концепт-артов можно обнаружить эскизы станции Nexus и вездехода Nomad, а также скафандры, которые носят главный герой. Вот так вот мог выглядеть Nomad. Вот так вот мог... Ну, он примерно так и выглядит. Ну, нет, он выглядит... Он чуть-чуть... Тут он выглядит как... Его потюнили, и он немножко присел. Тут он выглядит как марсоход, а сейчас он выглядит как жук. Ага. Он такой как... Ну, да. Ну, сверху реально... Ты первый раз смотришь, у него такие вот задние части, как будто крылья там. И спереди как будто усики какие-то. Вот так вот мог выглядеть Nexus. Это место, где обитают люди и не только. И вот так вот мог выглядеть разные вариации костюма главного героя. Релиз Mass Effect Andromeda состоялся 21 марта 2017 года. Игра, представленная как начало новой трилогии во вселенной, получила смешанные отзывы от пользователей и прессы. Причиной этого во многом стал член. Многочисленные технические проблемы проекта, которые разработчики пытаются устранить с помощью... У тебя, как это называется, болезнь, когда ты произносишь ругательство с... Ну, неконтролируемым. Да, неконтролируемые и членами. Пришел донат от человека с ником Sun и Switch. 11 рубля, 11 копеек. Ребята, очень хочу Зульды и Switch. Стоит ли брать? Вы же пользуетесь им уже больше месяца. Еще не развалился. Живой, пересмотрел все обзоры. Уже никак не могу решиться. Время за логинсы. Вот. Если у тебя есть деньги, бери. Она стоит того. Залипнешь. Игра. Про консоль ничего не могу сказать. Ну, то есть, это... Ну, ситуация неплохая. Ну, очевидно, если ты играешь в игры, и тебе нравится формат игр от Nintendo, то да, игра в Зельду можно, типа, наиграть 200 часов совершенно спокойно. Если все там изучать с интересом. Да. Поэтому, да, да, наверное, бери, конечно. Ну, типа, не развалился. Ну, свич не развалился. Да, это в любом случае, это пластик. Он не развалился, но он нежный. Нежный. То есть, его нельзя вот так об стол долбить там и такой говорить, ой, у меня консоль сломалась. Что такое? Ну, то есть, это же тебе не хлебница. КСГО войска присылают сатэн. Паша, тебе на почту пришло уведомление о призыве. Срочно, надо слить пару каток в КС. Да. Вот, а по поводу Mass Effect Andromeda, ну, я могу сказать, что технических огрехов, как мы уже много раз обсуждали, и до эфира неоднократно, в ней много, но, то есть, она интересная, она неплохая. Вот, просто она сырая. Да, она не дотягивает, но при этом она хорошая. Вот так вот. Но она не дотягивает до всей серии, но при этом это не, я не знаю, не какой-нибудь там Чернобыль Wars, где... Ну, я говорю, это лучше, чем Dragon Age 2, в принципе, наверное. Или даже примерно на том же уровне. Наверное, получше. Мне кажется, лучше. Вот, потому что Dragon Age 2, все-таки, вот, копипастные локи, это, конечно, совсем плохо. Ну, то есть... Вот. А так, ну, типа, по ощущениям, я вот примерно испытываю, ну, схожие эмоции. То есть, мне уже надоела игра, я именно по геймплею. Но мне интересно посмотреть, что дальше, и в целом изучать. А тебе там еще будут насыпать, и насыпать. Да, еще будут насыпать, я понимаю. Ну, типа, может, мне надоело, потому что я на игре, ну, передознулся просто ей. Ну, может быть. Ну, вот. Я тоже сейчас не играю, я подзабил пока. Ну, однажды вернусь и закончу. И захвачу Андромезу. Закончу все это. Ладно. Middle Earth Shadow of War. Опубликован новый геймплейный ролик, демонстрирующий локацию города людей минус Итель. Фитель. Фитель. Минус. 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 Минус Итель. Да. Что сказать. Я вчера выяснил, что, оказывается, разработчики регулярно стримят. Да. Да, Shadow of War. Да, уже там 5 или 6 стримов. Окей. Вот. А портал Айджен тем временем опубликовал эксклюзивный первый взгляд на игровой процесс Middle Earth Shadow of War в 4К и при 60 FPS. То бишь, по-русски игра будет называться «Средиземье тени войны», я предполагаю. Вот. Внутри стен города людей минус Ителя. Middle Earth Shadow of War является сиквелом игры Middle Earth Shadow of Morda, как сообщает GameMag. Хорошо принятой критиками и пользователями в 2014 году. Новая часть предложит широкий и полностью открытый для исследований мир и расскажет историю войны Талиана. С силами Саурона, я считаю, с системой Саурона. Система Саурона. Да. Система Саурона нарушена. Игра поступит в продажу 22 августа 2017 года для Xbox One и Windows 10. Владельцам PlayStation 4 и пользовательным Steam смогут купить ее 25 августа 2017 года. Эксклюзив на 3 дня. Серьезное дерьмо. Вот. Что я хочу сказать. Обратите внимание на анимацию бега Талиана. Он бегает, как дебил. Ну, серьезно. А он и раньше мог прыгнуть со скалы и не умереть. Не, ну, то есть вот это вот, ты бы смотри, он реально бегает вот так. Обратите внимание. Я понимаю, что это, скорее всего, альфа-версия все еще. Вот. Или какая там бета-версия, возможно. Вот. Но все равно этот аспект... Я вообще не люблю придираться обычно к таким вещам. И в масс-эффекте об него много к чему можно придраться. Но, черт подери, анимация бега очень... Она смешная. У него очень пыльные ботинки. Ну, то есть это выглядит нелепо. Ну, то есть как будто у него какие-то проблемы. Как будто он наложил в штаны ему обязательно нельзя... Или сломал ноги. Да, или сломал ноги и наложили шины ему. И он не может их нормально сгибать. Он пират, может быть. Да, новый пират. Да, две эти. Да. Ноги словно палки. Ну, а в остальном все хорошо. Ну, типа... Это наш любимый Shadow of Mordor. Только теперь, как нам обещают, с большим масштабным. Масштабнее. С захватами минусов всяких. Да, всяких минусов. Собственно, ближе к концу трейлера нам показывают... Ну, так, типа, в двух словах говорят... А еще у нас вы сможете забраться на гигантского тролля. Участвовать в боях на арене. Какой-то Диснейленд. Да, Диснейленд. В программе развлечений. Полный Диснейленд. Участвовать в боях на арене и там еще что-то. Он бежал, а мимо топор пролетел. Ну, нормально. А что, ты думаешь, что когда бегаешь в Мордоре, у тебя типа все нормально, да? Нет, Паш, когда ты бегаешь в Мордоре, мимо тебя летают топоры. Вот. Я очень жду... Я большой поклонник вселенной... Интересный момент. Нет, Василий, колец. Вот. Да. Так что ждем. Можно рубить. 60 фпс. Ну да, без 60 фпс, конечно, было бы не то, как всем известно. Вот. Ладно. Предлагаю перейти к другой новости. Да. Что у нас там дальше? А дальше у нас стали известны претендентки на премию Women in Games Awards 2017. 11 апреля издание MCV объявило список номинантов на женскую премию, выдающуюся за заслуги в игровой индустрии. Церемония награждения... Я хотел небольшую ремарку. Зачем я вообще решил включить эту новость? Потому что это потрясающе. С одной стороны, люди борются, ну типа такие, мы, значит, не хотим разделения полов, мы против. За равноправие. А тут приходят, значит, другие люди такие, нет, мы хотим больше сексизма, давайте сделаем специальное премию для женщин. Отдельно наградим женщин. Это настолько абсурдно. С другой стороны, я думаю, что это наоборот не сексизм, потому что... Их идея в том, что они хотят поддержать женщин в игровой индустрии. А зачем? Ну то есть, а что их кто-то обижает, не дает разрабатывать игры? Риана Пратчетт всех обижает своими сценариями. Ее никто не обижает, и премии дают. Да. Вот. А Риана Пратчетт берет и делает плохие сценарии. За что? Вот. И я предлагаю сделать премию для мужчин в игровой индустрии. Ну, видимо, они считают, что... Выйти с протестом. Все премии, они как бы для мужчин, поэтому они делают свою для женщин. Ну вот это, это потрясающе. То есть, я... Меня это удивляет. То есть, как можно бороться с одной стороны сексизм, а с другой стороны его, типа, подсовывать заново. Ну, типа, давайте здесь уберем для женщин премию, а давайте здесь введем... Да. Чуваки, договоритесь? Не договорятся никогда. Церемония награждения, проводимая при поддержке стриминговой платформы Twitch и студии Rovio, это которые создатели Angry Birds, пройдет 19 мая в Лондоне. Состав жюри войдут представители MCV, портала Develop и сайта eSport Pro. Награды будут выдаваться в номинациях «Восходящая звезда». Премия выдается при поддержке кадрового агентства Airworks Swift. «Наставница года», «Креативный вклад», «Новый талант», «Деловая женщина года». Это просто из другой какой-то премии. Теща. Да, «Деловая женщина года» — это теща. А также в номинации «За вклад в развитие киберспорта и за важные достижения в игровой индустрии». Одной из претенденток на победу в номинации «Креативный вклад» осталась саневистка Риана Пратчетт, в январе прекратившая работу над серией Tomb Raider. Очень плохо. За это ей вручили. Спасибо! Спасибо, что вы больше не делаете. Серьезно, я бы специальную премию сделал, чтобы Рианну Пратчетт благодарить, что... Не, вот смотри, типа, знаешь, такой... Я даю тебе Оскар, вручаю тебе Оскар. Ты не возвращаешь. И ты больше не пишешь ни единого сценария. Мы открываем ящик, да. Вот, чтобы вы понимали, я ненавижу Рианну Пратчетт, потому что она Рианна Пратчетт. Она обладает прекрасной фамилией. Я ненавижу, потому что она отвратительный сценарист. Она, ну, типа, это суперплохо. Ну, то есть, это тот случай в мире, когда ты видишь, что это очень плохо, но почему-то другие люди дают этому человеку награды. И ты такой, ну, типа, смотришь и такой... Как Джеки Чан на этой картинке такой, что происходит? Значит, что с этим миром? Они, типа, не смотрели сценарий, не играли в Том Рейдер. Они, типа, не знаю... Видимо, женщины поиграли, считай, что все. Но вот, при чем тут женщины? Ей дали награду Академия этих сценаристов. Ну, может, там женщины выступили. При чем тут женщины, Паша? Женщины борются за женщин. Нет, это абсурд. Это глупости какие-то. Я тебе говорю о том, что тебе ее награждают... Ну, значит, они довольны, ну, в смысле? Ну, это же бред. Ну, это же бред. Ну, это же бред, сценарий, говно. Ну, все относительно в нашем мире. Вот. Среди ее конкуренток бывшая сотрудница студии The Chains Room Джессика Карри, в начале 2017-го запустившая шоу музыки и видеоигр. А, музыки из видеоигр. Ох, у меня музыка из видеоигр полезла. Умирает, Павел. На радио Классик ФМ. Это ни, которая не у нас. Вот это вот прачи, это прачи, что ли? А, это Джессика Карри. Нет, это Джессика Карри. Которая была отмечена премией BAFTA за свою работу над Everybody's Gone to the Rapture. Среди других известных номинанток представительница Twitch Корея Сьюзи Ким, поспособствовавшая подписанию контракта между стриминговым сервисом и самым популярным игроком в League of Legends Ли Фейкер Сан Хёком. Паша, у нас музыка играет на выпуске? Да, блин, что такое? Не играет. А, всё хорошо. Она просто заканчивается. А, всё, всё, всё. Просто иногда Twitch FM почему-то говорит, что у нас плохая связь, и он выключает, ставит на паузу. Извини даже, что я тебя прерывал. Да, вот, так вот он делает иногда. Вроде сейчас играет. Так, Ким претендует на премию в области киберспорта. Премия Women in Games Awards была организована в 2015 году при поддержке британского издания MCV и организации Women in Games, стремящейся поддержать женщин, занимающихся разработкой игр. Вот такие вот дела происходят. Не знаю, я считаю, что вот это неправильно. Так не должно быть. Не делайте так. Ну, то есть, вот здесь я вообще не понимаю разделение по половому признаку. Ну, типа, ты делаешь одну работу. Ну, то есть, давайте, ну, это странно. Это как сделать, типа, отдельно, есть Оскар, сделать отдельно женский Оскар. Ну, да, да. Ну, то есть, не просто премию, там, за женскую роль или за мужскую роль, где всё, типа, баланс. Самое, мы уже обсуждали, что кто-то там предлагает, чтобы против расизма на стадионе сделать отдельные секции для темнокожих. А, да, да, да. Мы против сексизма, поэтому сделаем отдельный конкурс для женщин. Нет, они не заявляют, что они против сексизма, потому что это время, оно и есть, типа, триумфт сексизма. Это и есть сексизм. Да. Ребята. Ну, я просто, ну, меня поражает. Я думаю, нет в ромбе. Почему, почему вот те борцы не борются вот с этим? Не знаю. Типа, награждают, значит, всё хорошо. Нет, просто, ну, типа, блин, ну, серьёзно. Мы создадим свою... Я не знаю, я таких ощущений... Вот именно в игровой индустрии, типа, я вообще не вижу разницы. Ну, типа, есть представители, есть отвратительные люди, которые делают игры, и пол, к счастью или к сожалению, с этим никак не связан. Нет, возможно, есть такой нюанс, что они пытаются в будущем эту отдельную категорию втолкнуть в какую-нибудь бафту и вот в основные категории, чтобы в последующем... Какие у нас есть крупные награждения? Какое? Game Awards, да, по-моему? Ну, да. Вот условно, чтобы в Game Awards была там рубрика про женщин, назовём это так. Ну, всё, опять-таки, тот же сексизм, то есть мы возвращаемся к этому же. Либо напоминание, ну, то есть попытка, знаешь, поставить чек, меточку, что чуваки, и тут вообще-то ещё женщины есть, ребята. Как будто мы не знали. Но частенько... Кто из же деятелей игровых? Мне вспоминается только глава из Ubisoft. Эмми Хенинг же её зовут. Я не знаю, ты про кого. Захар Эмми Хенинг же её зовут. Эмми Хенинг. Да, Хенинг, да. Кто это? Сценаристка Uncharted. А, ну... Бывшая. Сейчас она работает в Visceral Games. Для меня из игровой индустрии женщина это только... В электрониках. Из Ubisoft. Из Ubisoft женщины? Темнокожая, которая выходит. Это не из Ubisoft же. Она же... Она их... Ну, имеется в виду какое-то... Нет, она просто ведущая, она ведущая. Ну, она, по-моему, не работник Ubisoft. Я не работник Ubisoft. По-моему, она там, ну, как бы... Нет. Ведь она просто ведет их к победе. Да, просто ведущую, да. Но какой-то вклад она все равно вносит. Да, безусловно. Ну, типа, Джессика Чобот, ну, типа, это из журналистики. Ну, типа, ну, тыс, это странно, если я не понимаю, ну, что, типа... Идут перечисляются все люди, которые мы и так знаем. Ну, просто, чтобы мы видели, да. Я не приветствую такие истории. Я против вас такого, до что я не понимаю смысла. Уходите. Давайте, ну, здесь это, как мы сделаем премию для мужчин с бородой. Да, кстати, надо. В игровой индустрии. Давайте. Почему нет? Ламбер... Давайте поддержим людей, которые носят боро. Ламбер-сексуалисты или как там? Ламбер-сексуалы. Да. Ламбер-сексуалы. Премия для ламбер-сексуалов. У кого топор лучше. Ладно. Про то, у кого топор лучше. Наука и техника. У Гориллос... Топор лучше. Топор лучше. Гориллос использовали российский сервис Glitch для продвижения нового альбома. И помимо этого у них еще и вышло приложение в App Store и Google Play. Да. Собственно, у Гориллос, как вы в курсе, грядет новый альбом. И они его активно пиарят в социальных сетях. Британская группа Гориллос предвигает свой первый за 6 лет альбом. Почему мы рассказываем про Гориллос? Потому что нам нравится Гориллос. Потому что это вполне себе наука и техника. И вообще, мы просто любим Гориллос. И вам тоже надо любить Гориллос. Просвещайтесь в социальных сетях с помощью материалов, которые сделаны в российском сервисе Glitch. Приложение позволяет накладывать на изображения искусственные помехи и создавать гиф-анимации, что следует из названия. 27 февраля первая картинка с использованием фильтра Glitch появилась в Инстаграме художника Джейми Хьюллета. Человека, который ответственен за визуальный образ Гориллос и, например, за комикс Tank Girl. Культовой в своем роде. На ней изображена участница коллектива по имени Nudl. Это прекрасная азиатская девочка. Уже даже постаревая. Они, кстати, повзрослели. Обратите внимание. В разноцветных очках. Затем официальный аккаунт Гориллос в Инстаграме. Апубликовал промо-картинки остальных участников коллектива, также сделанных с помощью приложения. 23 марта в Facebook группе был опубликован короткий ролик. Все с теми же эффектами из Glitch. Люди потом начали использовать приложение Glitch, чтобы оформлять статьи про Гориллос. В общем, все по полной пошло. Затем создатели сервиса Glitch поблагодарили Гориллос за использование их приложения. Хорошо, лобозались в десны. 5 апреля группа анонсировала проведение художественных выставок в трех городах. Вот это интересно. В тот момент, когда ты жалеешь, что ты не живешь в Амстердаме. Это не единственный момент, но не суть. В трех городах Амстердаме, Берлине и Бруклине, если вы там находитесь, сходите, расскажите нам потом. На них можно будет послушать треки с нового альбома и поучаствовать в шоу, детали которого пока не раскрываются. В тизере... Сняться в клипе. А? Сняться в клипе. Вполне может быть. В тизере мероприятий использовали короткие ролики с участниками коллектива, сделанные с помощью, вы не поверите, клич. Клич, клич. Их же группа опубликовала в своем инстаграме, а также использовала в качестве обложки к трекам с альбома, выпущенным в сервисах Spotify и iTunes. А ладно, приложение не впервые используется людьми для оформления обложек. Его использовали также для «Призрака в доспехах» и для альбома рэпера Трэвиса Скотта, но это не так интересно. Пара-папа за рэпера. Пара-папа за рэпера, да. Интересно другое, что у группы вышло приложение для телефонов, ну, к выходу нового альбома. Называется оно «Гориллаз», если я не ошибаюсь. И вчера мы даже им попользовались. Да? Да, оно какое-то странное. Странное. Оно с дополненной реальностью. Вызывает помехи в голове? Нет, ты типа ходишь со своим телефоном, а там типа появляется всякая фигня. Ну, типа, например, голова, золотая голова какого-то быка. Потом идешь в другое место, вот в темное, заходишь в место, и там типа страшная маска. Возможно, оно как-то реагирует на свет. Вот, да, собственно, кадры ты видишь, сейчас можешь показывать, да. Вот. Плакат «Гориллаз». Глобально я не очень понял, что оно делает. То есть ты можешь это сфоткать и расшарить. Вот. Если это все, то, конечно, хотелось бы чего-то еще. Ступи внутрь коридоров дома «Гориллаз». Хочешь ли ты ступить в коридоры дома «Гориллаз»? Ну, в общем, очень сложно, вы поняли. Вот. Мы будем следить за «Гориллаз» и рассказывать вам все новости. Приглядывать за ними. Связанные с ними. Потому что мы можем. Да. Поехали дальше. Да. Кино и сериалы. СМИ заявляют. Власти Москвы разослали в школы письма с рекомендацией посетить фильм «Время первого». Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Детей отправить хотя бы. Ну, что вы. Пожалуйста. Ну, посмотрите, пожалуйста, наш фильм. Мы же на него бюджеты потратили. Рыководители нескольких московских школ получили письма от городских властей с рекомендацией сводить учеников на картину «Время первых». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на представителей учебных заведений. Получение письма подтвердило директор школы номер 978. Однако, по словам главы учебного заведения... Ой, глава учебного заведения. Лез он из меня. Мы теряем палу вообще. Это оттуда просто идет. Типа, пожалуйста, сходите. Вот руководство и руководство ежегодно вводят детей в кино на День космонавтики, независимо от рекомендаций ведомства. В лицее номера 1535 сообщили, что ученики сами предложили посидеть «Время первых» в кинотеатре. Ранее в соцсетях появились скриншоты писем, которые рассылала по школам Министерства образования и науки Северной Осетии. В нем настоятельно рекомендовали сводить учеников первых 11 классов на «Время первых». Вот такое вот письмо. Возможно, фейк. В других регионах России для школ организовали специальные сеансы картины «Время первых» по льготным ценам. Режиссер «Времени первых» Дмитрий Киселев в интервью изданию TG, T-Journal, сообщил, что знает об инициативе московских властей и полностью ее поддерживает. Чеба, это же его фильм, он не добирает бюджет. В первые выходные фильмы «Время первых» показал сборы ниже прогнозов, несмотря на преференции по количеству сеансов в кинотеатрах. Да, если вы не в курсе, собственно, в продолжении скандала, да, плотненько об этом рассказывали. Тридцать процентов, да, по-моему, сеансов отдали «Время первых» или что-то такое? Ну, то есть большую часть, в общем, сеансов. Да, потеснив «Форсаж». Бедный «Форсаж» 8. Да, но при этом люди шли даже на старые фильмы типа «Бус Молокосос». Ну, там была новость о том, да, что один из владельцев кинотеатра говорил, что на старых фильмах, которые шли до «Времени первых» еще, они собрали больше, чем на «Новом времени первых». И что залы частенько полупустые, и в том числе порой типа 5-6 залов оказывается в кинотеатре, там, в дневное время, по-моему, пустыми, и никто не идет в «Время первых». Да, продолжай. Такие дела. Картина собрала 140 миллионов рублей, в то время как авторы ожидали получить доход в размере 280 миллионов. То есть в два раза меньше, чем хотели. Да. Вот, что я хочу сказать по поводу вот «Времени первых» вообще вот этой всей истории. Это настолько, ну, то есть, неважно, сейчас качество фильма вообще не имеет значения. В целом, да. Да. Фильм, вроде говорят, даже неплохой. Говорят, хороший. Да. Просто непонятно. То есть, вот, я даже если бы хотел его посмотреть, то действие нашего государства делает так, что я, типа, у меня отторжение идет. Я, типа, не хочу его смотреть. Что-то не так. Потому что тебе прям в глотку запихивают такой «Жри». И ты такой думаешь, если мне что-то запихнут, наверное, это невкусно. Иначе бы мне не стали запихать в рот. Просто не то что-то. Что-то не так. Что-то неправильно. И вот эта история, ну, типа, продолжение, вот, отфорсить вот эту картину. Вот, я надеюсь, что этот пример покажет людям, которые вот за это лоббировали очень сильно, что если ты насильно ставишь в кинотеатре фильм, люди... Да, это не влияет. Логику вразительства, я понимаю, в чем она заключается. Она довольно примитивна в данном случае, ну, людей конкретно, которые это придумали. Она очень примитивна, что люди идут в кинотеатр, им пофиг, что смотреть. Вот их логика. Они, типа, привыкли, они идут в кинотеатр, в выходные, им надо что-то смотреть. И если будет больше сеансов таких, то они будут смотреть это. Нет, это так не работает. Люди, ну, типа, это не робо-дебилы. Ну, то есть, ты... Вот руководитель, там, гендиректор Коро Фильм, он и заявляет, что они заморочились, ну, потеснением других и запихиванием большего количества сеансов в фильмы, но не позаботились о рекламной кампании. Он говорит, что рекламной кампании почти нету. Ну, да. И вообще, если бы не этот скандал, я бы про время первых и даже бы не узнал. Я узнаю только сейчас, когда фильм вышел, и активно сейчас соцсети начали активно его пиарить. То есть, видно, в некоторых лентах появляются посты, там, о времени первых. Возможно, это их способ рекламной кампании. Да, но очень поздно. Но он плохой. И это надо было делать намного раньше, чтобы люди знали, что в целом такой фильм существует, и на него люди бы пошли просто знают. А сейчас, типа, это уже вот впритык. Все пришло впритык, и, естественно, в итоге фильм выезжает на скандале, что не очень хорошо сказывается. И в итоге не выезжает. Да, что плохо сказывается на скандале. А это самое обидное, что фильм-то может быть действительно хороший. Вот большинство говорят, что хорошо, все хорошо. Не шедеврозно там, но хорошо. Но из-за того, что тебе пытаются это, ну, вот, я говорю, втюхать, не хочется его смотреть. Ну, типа, потрясающий парадокс. Ну, то есть, возможно, без этой рекламной кампании он бы собрал бы больше. Ну, а рекламы. Опять же, опять же, есть пример, как он, 17, герой, как это, про хоккеиста-то. Номер 17? Номер 17. Он вроде хорошо, его хорошо смотрел. Легенда, а, легенда номер 17, да. Кто-то смотрел. Хорошо заходил, я помню, как его рекламировали, то есть, ну, ну, и все было вроде бы в порядке у кино, люди о нем тоже хорошо отзывались. Все вроде удалось, вот, а тут как-то, ну, не получилось. Ну, в общем, как всегда... Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Знаешь, вот эта классическая фраза, которая всех уж затрахала, но хотели как лучше, а получилось как всегда. Не как лучше. Не, как всегда получилось, серьезно. Ну, то есть, вроде они, ну, то есть, сама идея, типа, чтобы люди посмотрели, ну, то есть, я не знаю, такая ли была у них цель, но предположим, что цель была в том, чтобы люди просветились. Да, пришли и увидели. Пришли, посмотрели хороший фильм. Предположим, что цель была такая, не будем предполагать каких-то других. Ну, почему надо делать это через жопу? Ну, то есть, непонятно. Вообще непонятно. Выбрали такой способ, и он не удался. Ну, ладно. Тема дня. Тема дня, дорогие друзья. Моя же, я считаю, да, все правильно? Да. Да, все верно. Разработчики This War of Mine представили трейлер своего нового проекта Frostpunk и... Я дико проперся вообще. Морозный панк. Вот, тебе удалось ознакомиться? Я еще не смотрел. Вот, смотри, Павел, трейлер, а я вам расскажу. Собственно, разработчики This War of Mine сделали игру. Давайте так, ладно, я расскажу, что такое фраза. Делают. Делают игру, да. This War of Mine – это игра про гражданскую войну, где вы... Ну, наверное, кто-то не знает, поэтому для тех, кто не знает. Где вы... У вас есть дом, в котором живут люди. То есть, самый ближайший аналог, наверное, из быстрой, из тех, которые можно вспомнить, Fallout Shelter. Вот. У вас есть дом, где у вас есть разные сектора и там кровати и так далее. И вы можете его менеджерить всячески. Вот. И принимать новых людей туда. И рассаживать. А... Ой, расселять. А вне дома происходит гражданская война. Вот. Люди воюют, и там, типа, все очень плохо. Вот. То есть, условно, такое имя. Симулятор людей, которые не воюют, а пытаются выжить. Да, пытаются выжить во время гражданской войны. И у вас, соответственно, есть цель. Надо обеспечить водой, там, электричеством, едой и так далее. И еще, чтобы все с ума не сошли, и там, в депрессию не впали. Вот. И вы иногда можете выходить на вылазки и собирать ресурсы. Вот. И возвращаться обратно. Вот. Собственно, эта вся игра, она очень интересная. Ну, я играл в нее с огромным удовольствием. Она тоже рандомно генерится в каких-то местах, вот в вылазках ваших. Вот. Если вы любите такого плана игры и с серьезным каким-то сюжетом, который заставляет вас задуматься, то рекомендую попробовать. Но, чтобы вы понимали, это не типичные выживачи серии. Вам предоставлена свобода, а тут есть база, вы делаете вылазки, и от ваших выборов еще зависит жизнь ваших спортивцев. Да, кто выживет, кто умрет. Ну, то есть... То есть, если вы поступите неправильно, то кто-то может умереть, и вы там останетесь без повара, например. Ну, условно. И это повлияет на всех одновременно. То есть, это скорее даже больше какой-то микростратегия. Ну, да. Менеджер. Да, это менеджер хозяина дома во время гражданской войны, и там, ну, типа, очень все мрачно, скажем так. Так вот, они, собственно, делают новую игру Frostpunk. Трейлер мне дичайше понравился. В чем заключается сюжетная завязка? Это игра... Видимо, мир погиб, насколько я помню, из того, что я читал и видел. В нем остался один город. Все замерзло вокруг. Вот. Остался один город, и вам нужно заниматься этим городом, чтобы он не... Ну, чтобы люди в нем выживали, и город разрастался. Как, собственно, говорили разработчики, что это не SimCity. То есть, тут у вас будут сложные моральные выборы. Условно, там, типа... И вам каждый раз нужно будет выбирать, как справиться с кризисом неким. То есть, нельзя будет просто построить каких-то зданий, и они решат все ваши проблемы. И жить дальше, да. Придется от чего-то отказываться и чем-то жертвовать. Да. Видимо. Вот. Концепция мне очень нравится. Мне нравится очень сеттинг. Ну, некий постапокалипсис. Угу. Вот. Или прямо апокалипсис. Это напоминает... Как это? Поезд, который ехал-то? Как этот фильм назывался? Снежный, снежный. А, Сноубирсер. Снежный, Сноубирсер. Да. Вот. И, помимо этого, я так понимаю, будут еще некие, опять-таки, вылазки происходить. Потому что, ну... Ну, да. Или там за провизией или зачем. Да. В общем, я внезапно вчера стал очень ждать эту игру. Потому что до этого я про нее, ну, типа, почти ничего не слышал. И тут вышел трейлер. И... И... Я вообще, ну, как бы, игра в This World of Mime, я... Я даже не знаю, может, ее постримить. Хотя... Никого в World of Mime? Ну, она есть, я не знаю, добавлялась себе. Не, она у меня на ПК, я ее себе купил. Ну, у меня на ПК. Когда я ее увидел, я ее купил и, типа, вообще не пожалел ни на секунду. Вот. И, по-моему, на PlayStation, да, у меня тоже есть. Вот. Ждем вообще подробностей. Мне еще нравится. Ну, отсылка, название отсылка к Парапанку, мне кажется. К всякому такому. Фрост Панк. Ну, здесь как? Мир... Мир льда. Мир льда. Да. Киберпанк. Фрост. А теперь есть Фрост Панк. Фрост Панк. Что-то новое. Зарегистрировали они, интересно? Нет. Так просто назвали. Сейчас кто-нибудь уворует и все. Вот. Ну, я думаю, что это, ну, будет очень интересно. Ну, пока не очень понятно. Я вот... Это стратегия про менеджер города или... Это менеджер города. Это менеджер города. То есть это что-то вроде, типа, как это? Сим-Сити, но не Сим-Сити. Нет, типа Stardew Valley. Я не играл в Stardew Valley, к сожалению. Ну, что-то вот менеджер... Ну, непонятно, короче. Пока непонятно. Мне непонятно. Тебе нужно обеспечивать выживание твоего города. Твоего вот этого последнего города. Ну, кто играл в Сим-Сити 4, тот знает, что такое сложный менеджмент, вот, чтобы вывести город на окупаемость. Ну, то есть тебе, по сути, вот есть некая замерзшая планета, вот, и есть город единственный, и тебе нужно, ну, типа, не умереть. Ну, тебе нужно развивать город, настроиться, расширяться, да, и обеспечивать людей всем необходимым. Извини меня, там, за окном вечная мерзлота. Как-то так у меня на этом все. Да, больше у нас ничего нет. Напомним о вещах, о которых надо напомнить. Во-первых, если вы хотите, если вы пишите, что-то пишите по играм... Да, пишите Олегу. Да, то пишите... Мы ищем авторов, если коротко, да. Мы ищем авторов, пишите. Вот на этот ящик, King of Writers, да, собакоддф.ру, вам туда надо прислать какую-то свою статью, выбрать какую-то тему, любую, из гик-культуры, там, что-нибудь написать. Хоть брак книги, мне кажется, можно даже. Ну, желательно... Конечно, да, все-таки у нас основная, основной профиль этой игры, но кино и комиксы тоже приветствуются очень даже. Вот. И вторая история, это мы у нас творческий конкурс, мы напоминаем, творческий конкурс на заставку ЕБМ. Да. Вот. Работу надо прислать на конкурс собака ДТР.ру. Да, и можно выиграть... Можно выиграть фигуру. Фигуру и под уху. Фигуру, под уху и кружку. Вот. И ладно, достану еще раз, пусть стоит. Пусть стоит. Вот, она будет с вами в расчете. Я просто буду говорить, это ее лица. Вот. Естественно, конкурс приурочек, как могли догадаться, к выходу нового персонажа в игре Терра, к выходу, по входу в Терру нового персонажа по имени, по классу Валькирия. Да. Все, я уже заговариваюсь. Да. Вот. Сегодня в 2 часа будет... В 2 часа будет стрим? Я думаю, в 2 с половиной. В 2.30 будет стрим Терры, Павел Болоцкий и Захар Бочаров вам покажут, собственно, нового персонажа. Потыкаем. Еще раз вам подробнее расскажут про конкурс. Присылайте свои работы на конкурс Собака ДТФ.ру. Через неделю подведем итоги, раздадим призы. Все. Всем пока. С вами были Павел Болоцкий, Артурас Мурадян. ДТФ.ру. Утренняя прекрасная новостная информационная передача. И донат в мистер ДТФ. Захар, покажись. Еще больше мне надо. Ну, нет. Его нет сейчас в кабинете, так что... Мистер ДТФ, спасибо за 100 рублей. Могу показать тебе еще раз вот это. Это лучше, чем Захар, поверь мне. Определенно. Все. Пока. Я думаю, это мышка. Это мой телевизор. Я думаю, это мышка. Всем пока, друзья. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok